Суверенитет важнее, чем территориальный контроль. Российские власти понемногу начинают готовить российское общество к тому, что захваченные территории Украины придется возвращать. На днях депутат Госдумы, между прочим, от правящей партии «Единая Россия» Евгений Федоров в своем новом интервью озвучил крайне любопытную мысль. Он заявил, что территориальная целостность для России – это вообще второстепенный вопрос. И главное – суверенитет. Суверенитет для России гораздо важнее, чем контроль над территориями. Помните, в Великой Отечественной войне какой был лозунг? Свобода и независимость. Свобода и независимость – это суверенитет. А уже потом, собственно, территориальная целостность Отечества. То есть даже тогда люди понимали, что суверенитет важнее, чем территориальный контроль. Мы возвращаем некоторые территории – Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск, до этого Крым. Но мы не понимаем, что суверенитет еще важнее, чем территория. А вот этот момент, он еще в обществе не созрел. В общем, Донецк, Луганское, Запорожье – это, конечно, хорошо. Но если их и не будет, то на самом деле ничего страшного. Главное – независимость и суверенитет. Таким образом, депутат Госдумы уже сформулировал тезис, который российские власти смогут подать российскому обществу в качестве своей победы, даже если Россия и потеряет оккупированные территории. Всегда можно будет сказать, что Россия защитила свой суверенитет. Россия защитила свою независимость – значит победила. Ну а какой-то там клочок земли на самом деле не так уж и важен. Кстати говоря, Евгений Федоров – это не обычный депутат. Это еще и лидер самых отмороженных российских охранителей и националистов. У него есть своя организация – НОТ – Народно-освободительное движение. И это те самые люди, которые постоянно призывают бомбить Вашингтон и ходят по улицам российских городов с надувными ракетами. И если уж такие депутаты озвучивают тезисы о том, что контроль над территориями не так важен, то это точно не просто так. Кремль таким образом подготавливает свое общество к тому, что захваченные территории в Украине, которые он уже поспешил объявить российскими территориями, придется оставлять. Просто Кремль уже подготавливает россиян к тому, что в этом не будет никакой трагедии. И более того, Кремль уже сейчас задвигает тему, что отход с вот этих захваченных территорий Украины – это будет не провал, поражение и позор, а наоборот победа. Потому что главное же – это суверенитет. А суверенитет Россия защитила, не позволила американцам войти в Москву и так далее. И вы знаете, я уверен, что как бы там смешно, может быть сейчас это не звучало, что на огромную часть российского общества это зайдет. Потому что уже практика показала, что российская пропаганда может впаривать российскому обществу абсолютно что угодно. И на самом деле миллионы людей совершенно точно даже в такие вот безумные пояснения поверят, посчитают, что это все хитрый план Путина. Путина опять всех переиграл и Кремль в очередной раз еще и подаст свой выход с территории как свое очередное достижение. Мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. Владелец ЧВК Вагнера, российский олигарх Евгений Пригожин дал очередное скандальное интервью, в котором констатировал тотальный провал путинской войны, развязанной против Украины, а также признал, что Россия с Украиной ничего сделать не может. Начал Пригожин с того, что признал все то, о чем мы в Украине говорили все последние 8 или даже 9 лет, еще с 2014 года. Пригожин признал, что Россия на захваченном Донбассе, вот том, который она контролирует с 2014 года, устроила не витрину русского мира, как надо было бы сделать по логике, а просто клоаку. И вот эти захваченные еще в 2014 году территории Россия попросту грабила. Да, важно, что Пригожин фактически подтвердил, признал, что не было никаких там независимых народных республик, как вдалбливала российская пропаганда, а что на самом деле все эти отдельные районы Донецкой и Луганской областей контролировались Россией, а именно российскими силовиками в погонах и чиновниками администрации президента России, которые выстраивали там коррупционные схемы и наживались на вот этих оккупированных территориях. Попросту эти территории нещадно грабили. Вместо того, чтобы сделать из Донбасса райземной витрину, добывать уголь, продавать его, там же в схемах угольных, там такие мутки были, дальше поставили туда Курченко. Курченко, который просто разворовал все, что мог. Понятно, что определенное количество людей и в погонах, и без погон, и с администрацией президента были вдоль с этим Курченко. Но Донбасс разворовывали, простые работяги были в заднице. Также Пригожин прозрачно намекнул, что бывшего главаря боевиков ДНР Александра Захарченко ликвидировали вовсе не украинцы, а сами же россияне, которым он мешал. Куда делся Захарченко? Его просто взяли и ликвидировали. Кто? Украинская ДРГ или кто-то из своих? Большие вопросы, и, наверное, кто-то будет за это отвечать. Характерно, что вот эти тезисы, которые сейчас озвучивает Пригожин, и я, и другие украинские журналисты, озвучивались с 2014 года. То есть уже 9 лет мы об этом говорим. Вот можно просто отмотать видео на этом канале посмотреть. Я сотни видео снимал на эту тему, написал, наверное, какие-то тысячи постов в других соцсетях, тоже на эту тему, описывая, как Россия грабит и разрушает Донбасс. Все это время российская пропаганда говорила, что мы в Украине врем. На самом деле Россия Донбассу помогает, Россия Донбасс восстанавливает, молодые республики процветают, а мы наговариваем. Мы в Украине все очерняем, нам заплатил Сорос. И вот прошло время, выходит Пригожин и подтверждает, что именно мы все это время были правы, и Россия не помогала Донбассу, там не возрождала Донбасс, а все это время Россия просто грабила Донбасс, превратила его в Клоаку и в настоящую задницу, выражаясь словами самого Пригожина. Дальше Пригожин поделился своими мыслями о так называемой спецоперации. Формально он не выступил против войны, но при этом из его слов выходит, что во-первых война является преступной, а во-вторых она не имеет никакого смысла, потому что дает ровно обратный эффект. Благодаря действиям Путина в Украине произошла не денационализация, а наоборот максимальная консолидация общества, и украинцы стали одной из самых сильных наций в мире. Мы что сделали? Мы пришли по-хамски, прошлись сапогами по всей территории, в поисках нацистов. Пока искали нацистов, наколбасили всех, кого можем, подошли к Киеву, потом русским языком называют, обосрались и отошли. ПОДПИШИТЬСЯ НА КАНАЛ И НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВІ ВІДОО, ПИШИТЬ КОМЕНТАРІ И ДІЛІТЬСЯ З ДРУЗЯМИ. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. ПОДПИШИТЬ КОМЕНТАРІ